Сегодня в Новом Оренгое состоялось заседание круглого стола по вопросам межнациональных отношений. Для участия в нем пригласили представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций. Модераторами разговора на актуальные темы выступили московские специалисты. Обмен мнениями, который состоялся на площадке Нового Оренгоя, многим показался интересным и полезным. За ходом дискуссии наблюдали Надежда Печоркина и Николай Александров. Спокойное начало разговора переходит в острую дискуссию, когда московский гость предлагает посмотреть на привычные предметы под другим углом. Интернет нередко предъявляет подросткам совсем другую картину мира. Отличную от той, что очевидно для старшего поколения. Не семья воспитывает детей сегодня, судя по простым опросам специалистов, а всемирная сеть. Сколько родителей тратят в неделю на ваше воспитание? Полчаса. Вы очень близки. Девочка сидит, отличница в первую долю, говорит, нисколько. Другой говорит, 15 минут. Другой час, в неделю. Ну и так далее. Ну кто-то говорит, кому повезло, 20 часов. Но средний марса, средний по стране, это вот около получаса. Даже здесь, в небольшом зале, сходится несколько полярных точек зрения на одну и ту же информацию. Громкость обсуждения растет, но модератор этому, кажется, даже рад. Вы ожидали такой реакции? Вот так всегда происходит? Нет, бывает хуже. В одном регионе, когда убеждали, что у нас регион международного мира и согласия, ну чуть не разнимать пришлось. Но потом, для чего мы проводим эти круглые столы? Потому что большинство людей как-то мыслят с крупными стереотипами. Когда начинаешь разводить все по полочкам, то заканчиваются братанием и другим народом. Сегодня по поручению губернатора готовится план реализации стратегии национальной политики округа на очередные три года. И все предложения, которые прозвучат на этих встречах, учтут. Уделить серьезное внимание этой теме решили, отметив снижение количества жителей региона, положительно оценивающих межнациональные отношения. Это связано и с внутренним ощущением, и с беспокойством. И ведь у нас нет никаких конфликтов, каких-то таких вещей, из-за чего нужно беспокоиться. Все это как раз, как раз говорит президент, это все идет с внешнего периметра. Тактика страуса в этом случае не годится. Внешние угрозы не только нельзя игнорировать, уверены модераторы сегодняшней встречи. Их нужно встречать во всеоружии. Во-первых, просвещение населения, о том, что есть. Не надо бояться говорить иногда правду, иногда очень жесткую и, скажем так, даже жестокую. Мы жалеем детей, они очень взрослые. Если мы перестанем жалеть и начнем рассказать правду последствий вот этой всей так называемой романтики, и чем это заканчивается, это сможет изменить ситуацию. Опытные эксперты по межнациональным отношениям в нашем округе не в первый и уверены не в последний раз. Там, где миграционные потоки отличаются особенной активностью, есть широкий фронт работы. Есть у нас такие субъекты федерации, такие области, такие районы, может быть, где население мононациональное. Там тоже есть проблемы, там тоже интересно, но там проще. А вот, скажем, если мы берем Новый Уренгой, где больше 80 национальностей, то есть это действительно должен быть истинным городом дружбы, то здесь, конечно, для ученого, для этнолога, для историка, здесь, конечно, просто раздолье для деятельности. Польза для встречи, что называется, взаимная. Ее результатом должна быть готовность дать отпор тому, что угрожает в мирной обстановке в регионе. Надежда Печоркина, Николай Александров, служба новостей, «Импульс».